Шалом друзья, шауатов, сначала вам новой, вас новой трудовой недели и с прошедшей шаббатом всех, вот, мы на канале Рэба Илья Гукоцар, я решил сегодня, ну, шаббат, мы ничего не делали, не писали, а решил в конце шаббата записать, ну, небольшое видео и поделиться с вами одной мыслью, которая мне буквально час назад пришла вот. И, ну, после общения с людьми, и мне пришла эта мысль, я решил предупредить, потому что эти вопросы очень часто задаются, и пусть оно будет записано, и те, кому надо, увидят. Вначале благодарю всех людей за то, что на канале проявляют активность, подписываются, лайкают, комментируют. Спасибо вам большое, мы потихоньку растем, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, знаете, мы никуда не спешим, у нас впереди вся вечность. Ну, друзья, тема, о которой я хочу сегодня поговорить, я постараюсь кратенько ее изложить, потому что очень важно это понимание. Существует две крайности для верующих, и особенно вот этого времени, и одна из них, это крайность христианская, которая поверхностность такая, и поверхностное отношение ко всему, и в частности к Слову Божьему. И вторая крайность, это иудаизм с его глубиной, и, знаете, такими разными, ну вот, ревность по Богу у тех, кто вот эти писал, вавилонские талмуды, мишну, у них такая, что они вот как бы пытались усилить, вот это, и попытаются усилить свое ревностное к Богу, и что-то сделать для Бога, кто еще новое, даже того, что он не просит. Вот, ну, к таким людям отношу я и Ари, небезызвестного, одного из авторов написания Зар, и Нахмана, ну и всех прочих-прочих, Шнеерсона. Так вот, друзья, как по мне, это две крайности, и сегодня я сейчас объясню, почему. Начнем с иудаизма, и, друзья, предупреждаю всех тех, кто, ну, или только начал учиться, или только начал постигать, ну, Бог ему начал открывать Тору, Шаббат и прочие, ну, законы, и, ну, он начал в чем-то разбираться, предупреждаю людей, ну, и это касается не только начинающих, но и тех, кто не имеет того опыта, о котором я сейчас говорю. Есть такая подлая штука, и такой капкан, это, ну, вообще, любовь к еврейству, вот такая, ну, как бы, такая сильная любовь, что, ну, вот они, вот это еврейство, еврейство, Израиль, и они вот эту суету создают такую немыслимую. И, потому что там много знаний, там много всего, и вот они просто восторгаются этим всем. Друзья, это крайность, и многие впал в нее по истечении некоторого времени, или отреклись Машеха, или же, ну, что еще может быть хуже, ну, или нет, не хуже, но на одном уровне стоит, они напрочь отвергли все иудаизм, ну, и все сказали, что там ничего доброго нет, и все, мы больше не хотим это в эти игры играть. И все это произошло из-за вот этой, ну, сильного такого, знаете, ревностного, ревностной любви. Это крайность, друзья. Не зря говорится, когда спрашивают, какая первейшая заповедь для народа, говорится, Шма Израиль, Адана Илогейна, вы знаете, да? И в ней говорится, возлюби Бога своего всем сердцем, всей душою и всем разумением своим. Эта часть входит в молитву Шма. И вот, друзья, так любить можно только Бога, но не еврейство. Если вы вот так посунете в еврейство с такой любовью, то вы попадете в такой капкан, ну, и в такую неприятность, что, во-первых, ну, евреи с детства это все впитывают с молоком матери, и они, им вот эта их гордыня, она еще как бы это имеет какие-то основания. А в вашем случае это будет выглядеть смешно. По меньшей мере смешно. Ну, знаете, все было бы так смешно, если бы не было так грустно. И поэтому остерегайтесь этого. Ну, любить надо Слово Божье, любить надо Бога, но никак не вот эти евреисти, или я люблю Израиль. Ну, зачем мы эти, ну, вот эти, знаете, вот эта напыщенность, вот эти какие-то... У меня сколько, он любителей Израиля среди пастырей и всего там. И, ну, а на проверку, оказывается, они несколько рассказывали, как они любят Израиль, и, в частности, меня, как часть Израиля. На самом деле, на проверку оказалось все не так. Поэтому, ну, не бросайтесь словами. Поймите, что есть такие важные слова. Вот брат, да? Ну, брат, это очень такое слово глубокое, в моем понимании. Это тот человек, за которого ты душу свою готов положить. Ну, а когда мне называют первой встречной, брат, брат, ну, какой я тебе брат? Ну, ни я тебя не знаю, ни ты меня не знаешь. Ну, зачем вот это все? И перейдем, в плане, ко второй части, это христианская, вот эта, ну, поверхностность, это вторая крайность. Но, слава Богу, что я думаю, что люди, которые будут слушать этот канал, или слушают, они уже от этой крайности потихоньку отходят. Потому что поверхностность, она, это как безводные облака. Люди поверхностные, они как безводные облака. Это как в притче человек, который копал фундамент для дома и не углубился. Ну, а так решил, так, и так сойдет, и на песке построил свой дом. А другой копал и углубился, и, ну, и поставил твердый фундамент, и на этом фундаменте построил свой дом. Поэтому, ну, понимаете, друзья, фундамент для нас есть слово Божье. Вот любите слово Божье, в трепете относитесь к нему, закладывайте фундамент такой, чтобы всякие вот эти штуки, когда вас будут тянуть из стороны в сторону, да, чтобы вы могли остановить себя вот этими словом Божьим. Не просто там, ну, а словом Божьим заградиться для тех, кто, может быть, соблазнять будет или подталкивать сознательно, несознательно. Ну, много очень таких этих. Поэтому слово Божье, ну, особенно трудно слово Божье принять как безусловный авторитет людям, которые пришли, прошли христианские общины. И потому что, ну, авторитет от слова Божьего, ну, как может быть это авторитет? Ну, вот представьте, я маленький ребенок, я, ну, смотрю на своих родителей. Мои родители говорят только хорошие вещи. Они рассказывают, как мне правильно жить, как мне правильно поступать, куда идти, куда не ходить. Но я смотрю, что все эти правильные слова, они только слова, потому что они живут совершенно по-другому. И что со мной происходит? Со мной происходит, ну, надлом психики, надлом какого-то, ну, внутреннего поражения. Потому что люди, которых я люблю, они говорят одно, а делают совершенно другое. Вот так поступают и те, кто, ну, на это, на вот так, вот, они говорят красиво и все. А на самом деле они, ну, это пустое, все пустое. Поэтому, вот, хотелось бы вас предупредить об вот этих двух вещах. Я думаю, что от одной вы уже потихоньку отходите. И чем больше вы будете находиться вне системы Вавилонской, не вне Бога, потому что мы возвращаемся к Богу, выйдя из системы, тем больше у вас будут глаза открываться на все нечестия, на все обманы, на все подлости, на которые ты просто закрывал глаза и не хотел этого видеть, не хотел слушать. Но вот эти сплетни, но вот это постоянное превозношение, но вот это подхалимничество. Понимаете? Ну, потому что ты думал, ну, все же люди надо верой принимать. Нет, это система плодит таких моральных уродов, которых, ну, я даже не видел в миру. Ну, вот таких, которые поют соловьями. Ну, не дай Бог, ты где-то пересечешь их интерес, ты услышишь такое и с такой сарказмом, и с таким ехидством и всему остальному. Я помню, недавно на Фейсбуке написал там одна женщина, ну, яную такую ересь, знаете, писала, и, ну, у меня это на странице. Я написал, что женщина, пожалуйста, это не правда, не есть правда. Вот так, вот так, вот так. Она быстро листанула мою страницу, посмотрела, что там, ну, у меня там, ну, люди, которые нас знали, когда мы собирали деньги на лечение Оксаны. Ну, они писали там посты свои, ну, и говорили, что мы знаем эту семью, мы хорошо, ну, знаем, что это служители, что это они всю жизнь свою Богу посвятили. Она вот раз и пишет мне, о, понятно теперь, почему вы в таких проблемах, потому что вы вот такую ересь несете. И меня, знаете, вот, ну, я смотрю, вот как, ну, даже мирские люди на такое не способны. Во-первых, болезнь это не проблема, потому что, ну, это не та проблема, за которую, ну, можно сказать, ты грешишь, потому ты болеешь. Болеешь. Нет, это, ну, это, ну, воля Божья, я не знаю, смирение души или еще что-то, или этап очищения. Ну, по-разному человек может болеть, понимаете. Но вот брать вот такое, ну, вот в злорадственной такой форме, и потом, когда я поставил на место, пристыдил, ну, там была большая, это группа была на христианской, и она взяла, поудаляла все свои посты, остались только мои. Ну, вот так вот. Поэтому система рождает, ну, страшно, ну, она страшно морально убивает людей. Во-первых, вот это разрывает все моральные, вот эти грани между светом и тьмой стираются, между добром и злом, и там вот такой кавардак. Друзья, от этого, если вы вышли, от этого надо время, чтобы исцелиться. Поэтому лучшее время, это когда вы будете в чистое словесное молоко погружаться, без всяких вот этих комментариев их, и учений. И смотреть, и будете отрезвляться через это, и уже трезвыми с глазами, потому что яростным вином блудодеяние, понимаете. И люди как пьяные, им, вот пьяному ты докажешь, что он не прав, пьяному ты объяснишь, что так делать нельзя. Нет, он все равно будет вот бурой, вот все, вываливается, крыша, балкон, и все. И он будет тебе доказывать, и будет тебе, что вот он прав, и все. Поэтому, друзья, надо время. Но также вас застерегаю и за другой украине, за иудаизм. Царская дорога, ну, в числах там есть, царский, я поведу вас царским путем, Бог говорит, и между народами. И, ну, вот, царский путь, он у нас между теми и теми. Но мы не должны искать, ну, не туда закос давать, не туда. Ни вот эту поверхностность, ни вот эту мнимую глубину. Потому что там тоже много всего, сколько всего, наворочено такого, что, ну, порой читаешь и думаешь, ну, вот зачем так? Если все гораздо проще, ну, все гораздо проще. Не надо усложнять и не надо уклоняться от простоты. Вот и, ну, вот все, что я хотел сегодня с вами поделиться. Хорошей недели. Вот пришло мне на разум, я думаю, ну, запишу, потому что, ну, эта тема, постоянно она, тема эта возникает. Знаете, ну, то один спросил, то второй спросил, а сейчас я буду знать, куда переадресовываю всех. Все, хорошо, друзья, обнимаю вас на новой неделе. Да, если даст Бог силы. Молитесь у Оксаны, сейчас ее готовят к операции, вроде бы как в среду будет операция, ну, я не знаю, это еще не точно, но вроде бы как в среду. Поэтому молитесь, пожалуйста, и чтобы, ну, Бог все усмотрел, и материальную, и духовную сторону, и чтобы все, чтобы все получилось. И Бог пусть направляет руки врачей. И все, всего вас доброго, обнимаю, я думаю, что на этой еще неделе встретимся и поговорим. А так, шоуа туа, друзья, до новых встреч.